В столице Казахстана открыли первую часть нового бульвара Театральный. На остальных участках пока продолжаются строительные работы. Буквально через месяц они должны соединиться в длинный пешеходный променад, ведущий из центра старого города к Ишиму. Без сомнения, пространство станет самым крупным проектом, олицетворяющим тренды нового урбанизма. В Нур-Султане, по крайней мере, точно. То есть нет автомобилям, да велосипедам и пешим прогулкам. А что с другими идеями и появятся ли такие зоны в других частях столицы, Марк Брюшко расскажет. Как столица относится к новым общественным пространствам, можно понять по количеству людей, приходящих на их открытия. Летом в трендах качели, фонтаны, спортивные и детские площадки. Все это можно найти на пешеходном бульваре Театральной в исторической части города. Если вы заметили, сами игровые площадки выполнены из эко-материалов. Тем самым детям будет интересно не просто смотреть на яркие картинки, но и играться. К слову, пока открыта только первая часть Большого пешеходного променада. Начинается она здесь, от проспекта Республики, и оканчивается пока на пересечении улиц Умарова и Ауэзова. Спускаемся вниз, до улицы Бебеджелик. Тут работы пока не закончены. В планах заполнить это пространство торговыми точками, качелями и тематическими павильонами. А уже отсюда, по плану, пешеходы должны сворачивать на улицу Мамбетова. Там, на улице Мамбетова, мы полностью заменили асфальтовое покрытие на брусчатку, выровняли все в один безбарьерный уровень. Улица Мамбетова станет полностью пешеходной по выходным уже с 5 июня. В будние дни дорожки от проезжей части будут отделять буллардами. Таким образом, весь пешеходный променад будет соединяться с Арбатом и уже отсюда уводить людей в сторону набережной. Полностью проект обещают завершить ко дню города. Кстати, к этой дате жителей столицы ждет еще один перспективный проект. Уличный колизей. Двухуровневая универсальная арена для спортивных игр. Откроют его в парке студенческий. Ну а так будет выглядеть еще один столичный мост. Пешеходный на этот раз. Он соединит два парка первого президента и зеленую зону вдоль реки Ишим. Впрочем, когда его откроют, непонятно. Строительство еще не началось. Марк Брюшко, Арман Акшабаев, Хабар, 24.